опять же друзьям у кого не регулируется скорость машины чуть-чуть терпения я вторую часть этого урока покажу как быть у кого не регулируется хорошо просто немножечко потерпите просто посмотрите так у меня скорость регулируется я начинаю стегать мои шарики хорошо ли вам видно пристегая чтобы вам побольше так как уже видно я рассказываю что я делаю я уже говорила про мы уже рисовали значит шарики да то есть даже тут видно что у меня первые не шариками а немножко овалами друзья мои это ничего страшного мы не роботы мы никогда не сделаем прям так как на эти компьютерные машины но поверьте от этого работа становится только ценнее дальше помните я говорила что они должны цепляться друг за друга как бы рядочками даже не рядочками но вот важно чтобы не уходили куда-то туда чтобы вам долго возвращаться еще раз говорю может образоваться пузырь следующая давайте я расскажу про руки как держать руки важно чтобы вы держали руки как будто бы пяльца вот знаете вот вот эти я так вот руки делаю так вот как будто бы вот так вот как будто бы вокруг вы положили не руки а пяльца у вас не должно быть слишком близко пальчики к лапке но не должны быть там вот так вот далеко так нет у вас тогда управляемость вашим сэндвичем резко снизится то есть самое лучшее управление это вот так поближе то есть у меня где-то от лапки два сантиметра даже полтора и с одной с другой стороны это я имею ввиду вот эти пальцы указательные большие немножечко подальше чтобы у вас был хороший обзор дальше вы не должны ни в коем случае сильно давить на сэндвич вы вообще на него не должны давить это важно потому что я обратила внимание когда девчонки стегали аж прямо дайте аж под градом потому что так устали друзья мои это неверно что-то вы делаете не так у вас напряжены руки это его вас не приведет такая работа к успеху я сейчас немножечко постигаю и еще расскажу обратите внимание друзья мои моя машина довольно быстро строчит а я-то медленно вожу мне вообще то есть я не пытаюсь угнаться за скоростью своей машины это важно и те кто говорил о том что у них не регулируется скорость машины они не смогут простегать сможете друзья мои доверьтесь мне я вам все уже приготовила я обо всем позаботилась даже видео мастер-классе это есть но я сейчас это расширю идем дальше вот смотрите я вижу опять же рядочками то есть я сейчас пойду вот другой стороны неважно как главное чтобы они одна цеплялась за другой тогда у вас никогда не будет пузырей пузырей и так руки еще раз обратите внимание руки я не давлю друзья мои я не давлю на сэндвич у меня нет слайдера вот смотрите я я специально не использовала слайдер даже просто потому что вы понимали что слайдер он это хорошая конечно штука это полезное и может быть даже нужная но и без слайдера прекрасное скольжение просто прекрасная друзья мои два года я без слайдера стягала поэтому не думайте о том что слайдер это прям прям вот важное важно конечно с ним хорошо конечно если вы купите на всю жизнь хватит его дальше стежки маленькие вот для стиплинга для всех заполняющие стежки стежки должны быть маленькие тогда плавнее линия тогда хорошо тогда вот эти изгибы очень хорошие дальше смотрите я опять я так и капельку-капельку не прилагаю усилия раздвигаю но из-за того что у меня прорезиненные пальчики не раздвинуть очень легко друзья мои машина быстро стегает на плиту а я медленно воду вот это очень очень важно чтобы вы не гнали за скоростью машины и вот посмотрите да у меня сейчас достаточно довольно таки равномерно распределены мои значит мозги давайте я вам покажу с чем вы можете столкнуться да что они могут не очень равномерные быть вы увидите что она не становится хуже понимаете вот посмотрите друзья мои здесь видно да что какие то у меня мелкие какие то у меня крупные но это стежка она особенно когда вы сейчас видите знаете практически под микроскопом да возможно вам не очень нравится но вы поверьте что это это все равно очень гармонично это все равно будет очень интересно смотреться в вашей работе вот нюнечко вот так то есть эта работа все равно очень интересно выглядит потому что у нас радость текстур это всегда выигрыш на выглядит всегда друзья мои вы пожалуйста верьте себя у вас вы знаете какие бы вы каракули сейчас не настигали это все равно очень красиво будет честное слово вот посмотрите вот посмотрите здесь тоже не очень равномерно не портит эта работа но разве что под микроскопом она совсем она она очень гармоничная но я уже сказал одним словом друзья мои тренируйтесь я вам рекомендую три дня друзья мои али тут как и обещала покажу как на большой скорости стягать потому что многие из вас волнуются что машина не переключает скорость во первых я знаю что есть какие-то девочки советовали что-то такой под педаль подкладывать чтобы скорость уменьшалась ну давайте попробуем сначала просто привыкнуть к тому что вас просто не меняется скорость и все тоже можно решить кстати когда я училась нам не говорили о том что надо скорость менять и я вообще не знала о том что скорость на машине меняется поэтому тоже ну как минимум мне кажется больше года я стягала на большой скорости так что не волнуйтесь все сделаем это потом я узнала что оказывается меняется скорость и можно все это упростить Друзья мои, я поставила на максимальную скорость и поехали. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что скорость-то большая, а двигаются руками все равно медленно. Друзья мои, единственное, что нельзя делать, останавливаться. У вас ход должен быть плавный, вы должны все плавно вести, но нельзя останавливаться. Почему? Когда вы останавливаетесь, даже на доли секунды, машина бьет в одну метку и образуется такой, как узелок. И он такой толстый становится, что может потом даже в него удариться игла и даже может стоматься. Это единственный момент. Но видите, мои движения очень плавные. Обратите внимание еще раз, сейчас покажу. Точно так же, руки все как в предыдущем, ничего тут не меняется, просто скорость большая, а скорость там чуть-чуть мельче стежок. Все, это единственная разница, чуть-чуть мельче. Хотела также отметить, что видите, когда у меня останавливается машина, игла опускается в ткань. Это тоже важно для того, чтобы у вас машина стартовала с того же места, где остановилась. Тогда у вас не будет никаких протяжек. Это я бы очень хотела, чтобы вы на это обратили внимание. И так же я хочу сказать, что эти скорости, это все-таки не помеха. Я уверена, ну я в любом случае вижу, как вы стягаете. У меня очень много девочек, у кого не регулируется скорость. Так что все у вас получится, я в этом уверена. Давайте я вам еще разочек покажу. Продолжение следует... Ну красиво же, правда? Посмотрите, мы действительно с вами художники. Буквально за 10 минут, и в минуту мы простигали уже мозги. А то ли еще будет. А на этом все, и до встречи в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok